Молодой человек, который обладает харизмой взрослого вратаря. Я не замечал за ним каких-то плохих качеств и поступков. Ну что, серия Павла Савицкого! Нет! Что творит, Фавел? С микрофоном. Я не просто, чтобы там поутенкливаться. Перед завтраком мне надо 05-07 выпивать. Ментально очень-очень сильный человек. Вот он встречался с одной девочкой. Да, симпатичная, да, красивая. Но... Я его не продам. Что скажете? Я интервью разберу. Я тебе сейчас дам, варебик, проблем. Нет, спасибо за просмотр. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Заходите. Вот моя комната. Здесь еще у нас ноутбук, телевизор, диван, ну и награды. Ранее самая первая награда «Лучший вратарь» там проходил Кубок Минска в 2011 году еще. Там среди детей 2002 года рождения, потому что я занимался на год старше группе. Каждый утром он кушает макароны, обязательно, гордых сортов. И салат с капустой тоже обязательно залив на масло. Если у него нету салата с капустой, он кушать не садится. Встаю, наверное, где-то в 8.39 утра, сразу принимаю контрастный душ, потом выпиваю примерно 05-07 воды и завтракаю, собираюсь и еду на тренировку. Я люблю домашнюю еду, вот так скажу. У нас, например, творог мы едим домашний, сыр у нас домашний, сами делаем. Ну вот, курей я заказываю, у меня подруга выращивает курей перепелок тоже домашних. Кроликов друг Руслана выращивает домашних. Стараемся больше употреблять домашнюю пищу в магазине. Ну, такой, йогурты, ну, такой, побаловаться. Работа началась. Ну вот, пускай покажут тебе. Достаточно тяжелые ржина были. Когда меня путали с девочкой иногда. Да, в магазине. Ой, это самое не нравилось. Вот это не нравилось мне. Заходили с папой в спортивный магазин. Тормобелье выбирать. И мне говорят, вам в женское, наверное. Я там уже несколько раз объяснил. А папа говорит, нет, нам здесь. Нам еще раз подходят, говорят, вам, наверное, в женский отдел. Он говорит, это мальчик, а не девочка. А захотели подстричь просто? Ну, я потом сам захотел. Потому что уже реально... Ну, у него был хороший, густой волос как-то. Ну, красиво было. Ну, что, некрасиво? Да, как девочка, в принципе. Ну, вот, красиво. Ну, вот, моя анкета. Это он, когда четвертый класс закончил. Им давали анкеты заполнять. Вот он написал. Меня зовут Андрей. Мой день рождения 2 сентября. Знак гороскопа Дева. Больше всего я люблю родителей и футбол. Все, я пошел. Все, пока. Вот здесь и все начиналось. Вот стадион, вот дом. 50 метров, шаговая доступность. Это мое, так скажем, легендарное поле. Пойдем поближе. Все детство проводили вот, как раз здесь. Было такое, что мама из форточки вылазила? Андрей, поесть, приходи. Да, да, конечно. Только так и было, я бы сказал. Потому что, ну, что я выходил, утром поел и все. И пошел сюда. Потом обед мама позовет. Он выйдет, крикнет. Ну, и ужин тоже самое. Ну, и все. Потом уже доигрывали и домой. Есть, Андрюх, у тебя такое, что не хочешь ехать на тренировку? Нет. Ну, лениво, например. Как ты борешься с этим? Или вообще такое бывает? Нет, бывает, ну, бывает, конечно, то, что, к примеру, не выспался условно. И бывает, что, да, не совсем хочется даже в каком-то плане. Но надо это перебаривать, потому что это тренировки, это твоя жизнь в футбол. И надо готовиться к каждому матчу. Ты это понимаешь и как-то преодолеваешь, так скажем. Здравствуйте, Викторич. Ничего себе! С Андреем мы познакомились где-то в году 2013-14, наверное, где-то так. Когда я пришел работать в школу БАТЭ, наверное, где-то в это время мы где-то познакомились. Он приезжал на тренировки с Борисовым на Вратарске. И его родители постоянно водили. Где-то раза три в неделю, это точно. Он такой был не похож на остальных. Мальчик такой спокойный. Он тогда уже был с характером. То есть где-то что-то не получалось, где-то я какие-то ошибки на какие-то ошибки ему указывал. Уже тогда я видел, что он такой взрывной. Что-то не нравилось. Наверное, такой водорос был или что. У него он такой все время. А я так, а я хотел так. Вот так немножко злился. А в целом, честно говоря, я увидел в нем вратаря. Увидел в нем вот эту вот страсть, которая была на тренировках. И любовь к футболу, потому что ездить с Борисова практически ежедневно на тренировки, это не каждый сможет. В бой. Все. Так, ну сначала мы размяться идем. Я хотела, чтобы он учился. Больше, ну, наверное, пошел в науку. Но он выбрал футбол. И я его семь лет, день изо дня, семь лет возила в Минц, каждый день на тренировки. Хотя могла бы сказать, ну, нет, и все. Ну, это его мечта, поэтому как-то вот так. Ну, вы все равно смогли добиться того, что, во-первых, сын и школу закончил с очень высоким средним баллом, но поступил в лучшее учебное заведение и стал футболистом. Ну да. Ну, это он, знаете, как говорит, он же говорил вам. Это меня мама заставила. Ты готов к съемкам? Буду променять, у тебя спрашиваюсь. Не скажи ничего плохого. Пожалуйста. Ты не любитель по перекладинкам? А, нет. Не моя игра. Ты графце? Здорово. А ты уже постригся, как будто знал. С микрофоном? Ну. Поэтому лишнего ничего не скажет. Знаю я его, наверное, познакомились, ну, больше двух лет назад. Это произошло, я помню, приехал, да, со сборной. И Николаевич еще тогда давно рассказывал про, что есть в школе такой вратарь, что родители возят его все время, каждый день из Борисова в Минск на тренировки. Положительно о нем отзывался. И в итоге, да, мы встретились, так сказать, на полях Дудинки. И я увидел, да, что это правда, что это, в первую очередь, хороший человек, образованный, порядочный. А во вторую, это уже по нашей профессии хороший вратарь, который может добиться хороших крутых высот. Левым боком у тебя прыщи, пятый приземление. Ловишь тебя, мяч катит. И в любую сторону оббежал. Здесь западение. Здесь на двух ногах в сторону. Раз, два, три, четыре. Словить. Покатил мяч низом. Да, поместил. И сюда упал. Да, пойдет, умница. Хорош день. Да, обычным мальчишкой рос. Ну, такой, любил спорт, мяч, игры какие-то такие, спортивные, да. Ну, то есть был активным. В то время не думал, что он может стать профессиональным футболистом. Мне было, по-моему, 6 лет, когда я пошел. Ну, это как-то спонтанно получилось. Я как бы и не просил. Просто папа видел то, что я все время с мячом, все время с мячом. Ну, значит, он решил, что надо в секцию отдавать. Ну, вот так и получилось. Сначала мы вообще хотели в 4 года пойти. Но там сказали, что нельзя, только с 6 берут. Пошел на карате, 2 года позанимался, и вот в 6 лет пришел уже в секцию. Что скажете? Я интервью у вас беру. Что скажете? Это эмоции. Сиди, баны. А, ты гоупро. Знаешь, как они выглядят? Не трогай ничего. Я тебе сейчас дам, ворябик, проблем. Ну, я любил забивать. В детстве сам. Да? Да. Ну, для чего мы играем в футбол? Чтобы забивать голы, чтобы больше было голов, чтобы было интереснее. Ну, да. А потом, ну, по некоторым обстоятельствам, мне пришлось стать ворота, и мне это достаточно, ну, так, понравилось. И поэтому я и продолжаю это делать по сей день. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Одного человека из команды Этого бы не было Меня просто смутили Реакции комментаторов 25 секунд люди обсуждают Что у Павла Савицкого было 800 вариантов Как пробить пенальти А например то что ты стоял до последнего И по удару играл То есть ни одного слова В твой адрес Возможно потом это и были слова Но здесь нужно было говорить браво кудровец В первую очередь Ну я как бы Честно говоря за Как бы мнением комментаторов И не гонюсь Как бы мне это не надо Мне главное знать То что меня ценят наши болельщики Наши ребята, тренера И это самое главное Ты сказал Благодаря тренеру вратарей Анатоличу и И Станиславу Другуну Мы с Анатоличем Предполагали то что он Пробьет по центру Ну в любом случае мы Решили что мы будем По удару стоять Потому что он если бьет по углам То все равно достаточно слабо катит В принципе можно среагировать с 11 метров Ну в плюс Стас Драгун Мне показал то что будет по Ненко бить Ну все я остался Сегодня мы видим уверенного в себе Молодого человека Который Доказал игрой И своей работой И на тренировках Что он достоин места В составе Такого клуба как Батте У него большое будущее И дай бог Чтобы он его Скажем так Вкусил в полной мере И действительно Поиграл в хорошем чемпионате В хорошей команде И за сборную Беларуси Поэтому Думаю Дай бог у него все получится Дальше Время Когда речь о сыне идет, вы сентиментальный человек? Ну, есть такое, да. Может вспомниться что-то? Дебют высшей лиги, да, вот, скажем так, произошло неожиданно. Мы были там, даже не на футболе, там, были на дне рождения, на юбилее. Мне знакомый звонит, говорит, поздравляю. Ну, я смотрю по времени, матч уже начался, поздравляю с дебютом. Я говорю, в плане, он говорит, ну, ты что, футбол не смотришь? Я говорю, да нет, я тут занят. Вот он говорит, ну, Андрюха играет. Я говорю, как? Он говорит, ну, иди, телевизор быстрее находи и смотри. Ну, я быстрее нашел телевизор, включил, ну, и тут, ну, как бы, ну, сами по себе слезы потекли. Ну, он, по-моему, в интервью говорил, что слезы как у крокодилов были. Ну, вот, да, такой момент был. Я замуж вышла поздно, в 27 лет. Андрея родила в 30. Поэтому как-то, ну, не было у меня такого, что вот надо быстрее выйти замуж, быстрее семью. Ну, как хотелось, так и делала. У меня как-то родители. Но я, конечно, ну, не знаю, пускай Андрея, наверное, скажет, как мама. Нет, так я не вмешиваюсь прямо открыто. Но если что-то мне не нравится, я просто могу намекнуть ему. Лучший игрок футбольного клуба подписывался победителем 1921 года Андрей Кудровецкий. Вау! Красава! Лучший игрок футбольный клуб! Лучший игрок футбольный клуб! Потому что волнуюсь очень сильно. Не волнуюсь ни за счет, ни как отец играет, ни так. Волнуюсь за здоровье. Да я волнуюсь вообще за всех игроков, которые играют. Любая травма. И я как-то как мать. Ну, там же все по возрасту, все годятся мне в дети. Поэтому как-то всегда, ну, тяжело воспринимаешь. И я всегда говорю, вот у нас было два перелома руки, бедро было сломано. Представьте, вот три перелома он перенес. Представьте, как мне. И у меня на каждом переломе было так. Заканчиваем с футболом. Каждый раз у нас было так. Я заканчиваю с футболом. Я говорю, может, тебе Бог вот толкает на то, чтобы ты завершил. А муж мне сказал, наоборот, говорит, может, его Бог испытывает так. Мы дома. Тренировку съездил, пообедал. Полдня прошло, теперь надо немножко потренировать моторику рук. Обычно отдыхаю после тренировки, час-два примерно. Потом могу пройтись с друзьями или с девушкой. Ну и немного, естественно, поиграть в компьютер, либо в PlayStation, там уже как пойдет. Вандруху, на самом деле, классный пацан. И с ними пообщаться, и как вратарь классный. Поэтому я могу много чего хорошего про него сказать. Нет такого, что я там три слова сказал, каких-то хороших. На самом деле, у него много очень хороших качеств. Я не замечал за ним каких-то плохих. Умный парень. И можно поговорить с ним на разные темы, поддержит их. Открытость, добрый он человек. Честный, во-первых. Честность – это 100% от родителей. Справедливый, это тоже от родителей. Уверенный в себе. Он обладает хорошей техникой. Ее можно совершенствовать еще. Ментально очень-очень сильный человек. Я же вам говорил, что это будущее нашего футбола. Понятно, что вы гордитесь. Но, может быть, вот был какой-то такой действительно момент, который прям гордость распирала. И прям вот вы выходили на улицу. Блин, я попал Андрея Кудровца. Ну, мало ли. Я думаю, что эти моменты впереди будут, да. Ну, может быть, вот вторая игра с Коньяспор. Вот, ну, да, вот. Сыграл хорошо, да. Много сейвов таких. Ну, эффектно сыграл. Ну, как бы для меня, наверное, вот. Ну, вот этот вот матч, да, он такой... Да, такое воодушевление, что ли. Андрей проводит прекрасный сезон. Слава Господу Богу, что у него все получается. Пускай и так дальше складывается. И, конечно же, всегда присутствует приятное ощущение, гордость от того, что наши ребята, воспитанники нашей футбольной школы вырастают в настоящих профессионалов. Игроков первой команды футбольного клуба «Бате» становятся игроками сборных. В текущем сезоне игра Андрея не осталась незамеченной. Его уверенность, его сильное качество отметил футбольный клуб «Коньяспор». И мы получали официальное предложение по этому поводу с суммой менее 300 тысяч евро. Да, мы рассматривали, общались на эту тему, но, к сожалению, получил травму Денис Щербицкий. И в сезоне такое решение по трансферу Андрея Кудровца было бы критичным для нас. Хотелось бы отметить, как себя Андрей в этой ситуации повел. Он не стал чего-то выпрашивать, с пониманием отнесся к позиции клуба, к своей необходимости клубу. И я надеюсь, что это первое, но не последнее предложение в его случае. И в случае достойного предложения мы всегда найдем компромисс и пойдем навстречу игроку. А на сегодняшний день Андрей – это будущее нашего футбола, будущее нашего спорта, я бы даже сказал, даже больше. Поэтому верим в него и дай Бог ему здоровья, сил и также продолжать в том же духе. Субтитры создавал DimaTorzok